Девочки, парадоксально, да? Пока я это всё не начинала, писали, что... Ну, не все, что вот, тебе надо взяться за себя, да? Теперь, когда взялась за себя, пишут, зачем тебе это всё надо. Парадокс. Жизнь такая штука. Вы знаете, я уже давно это поняла, что никому никогда не угодишь. Поэтому я этого делать даже и не собираюсь. Есть, которые меня поддерживают, есть, которые меня не поддерживают. Флаг в руки, как говорится. И я, если вы заметили, давно меня смотрите, вообще не похожа на того человека, который может подсесть куда-то, особенно за деньги. Я не тот человек. И манипулировать собой я тоже никому никогда не позволяла и не позволю. Потому что я вот сама себе голова. Вот как я решу, вот так всегда было и будет. Понимаете? Сколько раз было попыток, сколько писали, да? Не соглашалась. Не хотела, потому что. Если я не хочу, я этого делать не буду, да? Но вот я захотела, понимаете? Когда я поняла, что я свои, вот, например, льняные вещи, которые я спокойно раньше взлетала, у меня полшифонера тех вещей, в которых я сейчас не влажу. Я вышла с того размера, понимаете? Они новые, некоторые вообще с этикетками. Я уже поддавала сколько. И висят по одному разу, одевала. Мне просто стало... Жалко, наверное, опять же, своих денег. Что каждый раз ты шире-шире и тебе на новые вещи. Все время говорила. Я себя чувствую комфортно. Но вот эта вот, наверное, жадность, вот, алчная, наверное, к деньгам, меня на это и подбила. Плюс, кто такая Оксана? Это моя подписчица, такая же, как вы все. Сколько раз она мне писала тоже. Вот, попробуй, сделай это, посмотри этого обложка. То есть все. Свидетели, что я игнорировала. Потом отвечала, что мне это не надо. Все, да? Ну, вот это вот была последняя точка, когда я сказала, все, отдаюсь тебе. Она мне прислала свои фотографии, свои результаты, то, что делала она. Я посмотрела до и после. Я подохерела, если честно. Зашла на эту обложку, посмотрела всех женщин, там, любого возраста, разного возраста, которые потеряли невероятное количество килограммов. При этом, не принося никакого вреда, да, своему здоровью, только вот расстались с какими-то болячками, некоторые даже с хроническими, да. И я подумала, ну, раз она вот так настойчива, понимаете, бескорыстна, абсолютно бесплатна, просто как человек человеку хочет помочь. Я согласилась, я согласилась, я с ней созвонилась. Мы каждый раз созваниваемся, созваниваемся по видеосвязи. Я вижу, как она выглядит. Она показывала фотографии, как она выглядела. Короче, от чего она избавилась. Поэтому, я уже написала, не паникуйте, все нормально, у меня все прекрасно, организм не мучаю, нервная система, мне кажется, мне кажется, что я энергичней стала, понимаете, у меня энергия. Ну, организм получает энергию от той еды, которую я ему кормлю, понимаете, если белым хлебом накормить организм, вот этими булками сладкими, все, энергия, там совсем немножечко. У меня все нормально, девочки, ну, хотите, попробуйте это на себе. И тогда вы скажете, я права или не права. Смысла врать? Абсолютно нет. Это моя жизнь, да. Обманывая вас, я буду обманывать себя. Смысл мне врать? Нет никакого смысла. Поэтому, кто со мной, то со мной. Вот это вот, чтобы Алена подсела на какой-то крючок, дала собой манипулировать, да никогда такого не будет. Кто меня давно смотрит, вы прекрасно понимаете, какой у меня характер. Вы же уже меня знаете долго. Никогда не удавалось манипулировать мною. Никому. Никому, понимаете. Бывало такое, что вот родители там что-то говорят, нет, если я это не считаю нужным, я не сделаю это. Я считаю, что, во-первых, во-вторых, у меня всегда чуечка работала. Я не могу на нее пожаловаться. С детства. С детства. Вот Бог меня этим наградил. Я всегда все чувствую. Задолго до того, как оно свершится. И поэтому я вот пользуюсь этой чуечкой. И, наверное, вот так вот и принимаю сама решение. Потому что показано временем, что, как я сказала, так оно и правильно. Не то, что я там приказала, там запугиваю всех, отдула пистолетой. Нет. Сколько раз потом уже. И Сережа убедился, столько лет прожив со мной, потому что он теперь знает, что он сам решение необдуманно вот так вот принимать не будет. Потому что потом выгребать очень много. Дети тоже. Ну, они так как молодые, они делают ошибки. Но они знают, что они больше уже так не сделают. Потому что я их предупреждала. Они вот так-то и так, как говорила. Будет вот так, вот так, если ты сейчас так поступишь. Да, ну, что ты гонишь, типа, да. Все равно делали. И получалось так, как я говорю. И поэтому они знают. У моих детей спроси вот у Артема. Я хоть раз ошиблась в том, что я вот, например, тебе сказала? Он тебе скажет, нет. Ни разу. Ни разу я не ошибалась. Поэтому неужели вы думаете, что кто-то? Какая-то там женщина из Москвы, хрен знает где, за горизонтом, вот так вот будет манипулировать мной. Ну, это смех. Ну, правда. Это смех. И я говорю, я каждый день с ней на связи. И я понимаю, какой она человек. Вот в людях, слава богу, я хорошо умею разбираться. Очень хорошо. Она когда-то здесь в Германии жила, теперь там живет. И поэтому она более-менее знает вот эту всю систему, какие продукты, все. Пообщавшись, мне буквально хватает пяти минут. Вот так вот глаза в глаза пообщаться, услышать голос и все. И я уже определяю, какой это человек. Если человек говно, я никогда в жизни не буду с ним общаться. Никогда. Таких людей негативных, вот таких, какие-то назойливых или еще чего-то. Я сразу, если мне нет, тем более от них пользы, я сразу их по боку. Девочки, мне это не надо. У меня хватает своего того, да, всяких проблем приходят, чтобы я себе еще навешивала. Зачем мне это? Если я вижу человек бесполезный, да, я с ним общаться не буду. Я понимаю, там, не знаю, там, друзья, ты по 40 лет с ними вместе, там, знаешь, как облупленный. Ну, короче, вы меня поняли. Ну, вот сколько можно объяснять? Это все. Не диета. Я ее так назвала. Я же обозначила в кавычках. Это правильное питание. Тем более люди писали, что пользовались этим. В смысле, сидят нормально все. Там одна женщина вот писала, что 30 килограмм она скинула. Всю жизнь я на этом сидеть не буду. Так же теперь, как и Оксана на этом. Не сидит всю жизнь три месяца. Она свой вес скинула и все. Понимаете? И я поставила перед собой цель влезть в свои вещи. Пункт. Понимаете? Я не собираюсь быть дерьмовочкой. Ну, ну, мне нахрен не надо, чтобы я шла, меня ветром сдувало. Во-первых, я никогда такой не была. Никогда не была. У меня цель влезть в свои вещи. Как только я влезу в свои вещи, я начну нормально питаться. Опять же, если я почувствую, что, как вот все женщины там делают, да, о ней рассказывают. Если я почувствовала, что я прибавила 1-2 килограмма, значит, два дня посидеть на этой метаболической тарелке. И все, ты ходишь опять в норму. Ты поддерживаешь, если вдруг у тебя начал расти вес. Ну, господи, ну, мне кажется, ну, проще паренной репы. Ну, честно. Репу, кстати, можно кушать, это клетчатка. Девочки, ну, ну, я же вроде все объяснила. Не знаю, может, я как-то объясняю не так, или не до всех как-то доходит. Не понимаю я. Вот, просто решил помочь человек человеку. Я разве плохой человек, мне нельзя помочь? Вот сколько времени она меня вот так усердно. Другие написали и вскрылись. Нет, она... Ну, понимаете, принимайте все то, что дает вам Вселенная. И будьте благодарны. Ну, люди, живите с позитивом. Кстати, мне скоро опять кушать. Это вот, знаете, вот говорят, целый день жуешь. Целый день жую. Я вообще ни грамма не испытываю голода. А я все время говорила, я за любой шухер, кроме голодовки. Потому что вот это вот диеты, где ты себя насилуешь, я не люблю это. Я постоянно хочу что-то взять, пожевать. Здесь такого нет. Я на расслабоне, понимаете? Я говорю, я уже подкорректировала под себя, что большие вот эти вот порции, да, там, салата, все, они мне не обязательны. Ну, можно их заменить другой клетчаткой, понимаете? Морковку погрызла, коляраби погрызла, еще что-то. Ну, вгрызи то, что тебе нравится, и все. И я же говорю, что это вот какой-то супер, не говорю, что там какой-то супер доктор, делайте все так. Я вам говорю, я так для себя приняла. Я для себя выбрала это. Это самое комфортное, что было у меня, вот эти вот диеты, все. Это самый комфортный вариант для меня. Ну, сами подумайте, ну, да, сейчас по многу я теряю. Она вот посмотрела у себя, в первые дни она теряла по 300 грамм. У меня уходит больше, у меня выходит по килограмму, да. Но это сейчас, вот первые дни, потом-то я понимаю, что может уходить поменьше, и по 100 грамм, как это у меня было при других вот диетах, да. Может быть, плато вот это вот, когда останавливается вес. Я все это понимаю. Ну, даже если по 100 грамм у тебя уходит, для меня это тоже хорошо. Просто если вы не знаете об этом, ну, возьмите, попробуйте недельку. Вот недельку попробуйте. Если вам понравится, потом мне напишите. Я же никого не заставляю. Я просто говорила, девочки, кто со мной? Айда, давайте. Потому что мне вот так легче. Когда у меня есть вот поддержка, мне вот так легче. Уже написала, не паникуйте, все будет добре. Все будет добре. Я вот сейчас сделала себе свое любимое блюдо. Все, я его буду кушать. Чего плохого? Ничего плохого в этом нет. Я ем свою любимую еду и еще от этого худею. Она мне просто обозначила, что нужно обязательно кушать. Я вот мясо вообще не ела, да? Не ела. Вот какой белок я ела? Да никакой. Ни яйца жареные, ни отварные, ничего вот это не ела. У меня вообще никакого белка не было в организме. Я только углеводы вот жрала, 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 жрала. А это нужно. Она просто мне сказала, вот это повседневно должно поступать тебе организм. Все, она распределила мне продукты. Она мне просто помогла, чтобы я вот там знала, что мне желательно бы еще кушать к тому, что я кушала. Вот, да? Если я углеводы ела, то я не ела. Некую клетчатку редко когда, да, вот эти салаты. Точнее, ешь каждый день. Вернее, не ела. И плюс белок. Он у меня вообще отсутствовал, этот белок. Я его не ела. К мясу вообще равнодушно. Творог тоже, чтобы кушать творог. Каждый день не было у меня такого. А теперь я просто, она сказала мне, что это необходимый организм. Все, я знаю, я ем. Минимум 60 грамм. Максимум 100. Все. Короче, вот такие дела. Я думаю, что эту тему уже можно закрыть, потому что у меня теперь получится, да, что вот каждое видео только вот теперь диеты, похудение, там правильное питание, то все, ля-ля-та-па-ля. Я думаю, можно на этом тему и закрыть. Я просто буду показывать, некоторые меня попросили, да, что я кушаю. Иногда буду показывать, что я кушаю. Хотя уже объяснила, и могут все подбирать под себя, да, какие продукты. Вот кому-то может рис не нравится, нравится гречка. Вот такое кушать. И буду показывать вам просто результат, если вы хотите. И все. И я думаю, на этом можно тему закончить. И если какие-то появятся вопросы, что чем заменить, то могу вам ответить. Или Оксана в комментариях вам ответит. Без проблем. Так что, девочки, жуем. Короче, и балдеем. Целый день жуем и балдеем. Работает, работает, работает. У меня одноклассницы. Две точно. Одна в Польше, другая в Германии. Они сидят постоянно на этом. Ну, чтобы я имею в виду правильное питание. Они питаются все правильно. У Шофини, дочка, тоже правильное питание, да. Они все стройняшки. Я ничего не могу сказать. Я просто до этого, вот честно, не знала, как нужно правильно питаться. Ну, не знала. Я знаю. Ну, правильное питание. У меня жрут там тот салат тазами и писец. А его не надо. Его не надо. Тебе съешь кусочек мяска, съешь кусочек. Это, оказывается, вот оно какое правильное питание. Я об этом, честно, не знала. Никогда этим не интересовалась. Если я, да, там, пару лет тому назад, готовясь к сестре на свадьбу, похудела, была сильно, так я себя ограничивала. Я себя ограничивала. Не то, что уже после шести, я после четырех не жрала. Так это на психику, на здоровье как, понимаете? Я вот это вот, ну, вообще, вообще знать не знала. Теперь, ну, говорят, век живи, век учись. Теперь немножко уже знаю. Ну, как немножко? Насчет правильного питания я уже все знаю. Поэтому вечно я на этом сидеть не буду. Еще раз говорю. Даже если там в Турции, там не получается, да, как ты дома питаешься, по часам вот это вот все не получается. Ну, отдохну себе. Че я буду теперь из-за этого не расслабляться, что ли? Отдохну. Если даже и наберу, значит, приеду и снова начну. Снова начну. Потому что это, я говорю, из того, что вот я пробовала вот много раз, это вот один оптимальный такой вариант, который подходит мне. Он мне вообще во всем подходит. Первые, да, два дня таких шабутных, что ты понять не можешь, как в себя пихнуть. Я никогда не завтракала. Никогда. Бывало такое, что уже долгое время у меня, я вот не завтракала, приходила с работы, да, и первый прием пищи я полностью сидела за, извините за подробности, в туалете. Все равно, что я съем. Первый прием пищи, этого у меня нет. Я нормально себя чувствую. Этого сейчас у меня, слава богу, нет. Не знаю, по какой причине или совпадения, но пока вот нет. Потом я говорю, тогда, да, я была 120 килограмм где-то. Это я Николь родила, я уже вам говорила, что не было у меня молока. Ихебама приезжала, привозила, что только не привозила. И смородину с сахаром свежую мне банками перла. И ешь, короче, пельмени с этой сюрпой. Пей очень много молока со сгущенкой. Короче, я набрала, хотя Николь я родила, да, 90 килограмм была. Я набрала 120 килограмм. Короче, ну, в смысле, всего было 120 килограмм. И потом что-то попала в больницу. И, короче, мне сказали, что давайте похудей. И я со 120 на 89 килограмм я тогда похудела. Ну, мне никто не сказал, как правильно надо, понимаете, питаться. Я ограничивала себя во всем. И чуть-чуть поем, а остальную часть дня я вообще не ела. Я вообще не ела, я от этого страдала. Я мучилась, я психовала, я была злая, я орала, все. А здесь нет. Здесь я полностью сытая и нормальная, адекватная пока. Пока еще никто из дома не убегает. Пятый угол не ищет у Алены. Так что, девочки, все замечательно. То, что вот не выспалась я сегодня, это да. А так все нормально. Все нормально. Сейчас вот посижу, все дела пока сделала. Пока машинка стирает. Немножечко отдохну, а потом ничего. Опять покушаю и вперед на Мингали, на работу. Все нормально. Но то, что энергии больше появилось, это однозначно, я вам скажу. Ну, не считая сегодняшний день, я не спала. У нас какой-то мотоциклист в одно и то же время. Вот только сон, да, пробирает. Он, я не знаю, что у него за мотоцикл, реактивный какой-то. И он начинает здесь ездить. Это просто кошмар. Сережа говорит, я уже, наверное, его пристрелю и все. Невыносимо. Ну, и потом Сережа начал паровозить. Потом сегодня утром пишет, а что ты от меня ушла? Я говорю, от тебя не уходила, просто тебе дала выспаться. Вот это вот, это же то храпит, то не храпит. Короче, меня это. Мне нужна тишина всегда. Такие вот дела. Короче, девочки, все будет хорошо. Не беспокойтесь. Все будет хорошо и у меня, и у вас. Ну, я вам всем этого желаю. Без злобы. Кто-то там пишет, не обижайся, ни на кого не обижаюсь. Мне вот вообще, вот даже вот впадло на кого-то обижаться. Я считаю для себя даже это ненужным. Я никогда не обижаюсь. Я просто злюсь. Злюсь и не забываю. Я долго помню. Шутю я. Шутю, короче. Девочки, все нормально.